Применить новые методы, новые методы лечения, новые методы диагностики, для этого есть у нас базы, электронные базы, именно мировые электронные базы, электронные книги мировые, вот это все, чтобы врач мог сам самостоятельно сам себя, ну самосовершенствоваться, обучаться. Вот с этого года это и есть новшество в образовательной программе, что резидентура обязательная, и мы в этом году получили недавно, буквально месяц назад, даже месяца нет, генеральную лицензию, генеральная лицензия на образовательную деятельность, значит наш вуз, мы имеем право проводить по всем специальностям, клиническим специальностям проводить резидентуру. Те выпускники, которые закончили 6 лет, допустим, вот сейчас на первый курс мы набираем на шестилетку, вот они закончат, они пойдут на обязательную резидентуру, на обязательную резидентуру по всем узким специальностям. Ну для людей, которые не очень, например, подробно знают, что такое резидентура, объясните, пожалуйста, в чем ее смысл, как следующего этапа обучения, что такое резидентура? Резидентура это дополнительное получение знаний именно в клиническом направлении, именно в практическом направлении знаний. Смысловой перевод, если вот так мы переведем резидентуру, это означает жить в клинике, жить в клинике. Это практическая часть подготовки наших выпускников. После окончания 6 лет, они сейчас, на данный момент у нас есть переходные курсы, которые 7 лет закончат и дальше идут в резидентуру. И без резидентуры они просто не имеют права заниматься практической деятельностью, так скажем, врачевать. И поэтому они должны, во-первых, пройти резидентуру и должны быть готовыми специалистами, чтобы пришел на клинику, хоть районный уровень, хоть куда, чтобы он мог сам самостоятельно проводить определенные практические навыки. И резидентура есть определенные компетенции в зависимости от специальности, и эти компетенции он должен получить. И по этим компетенциям мы выпускаем для этого готовность, готов ли этот выпускник, не готов, у нас есть независимая экзаменация, этап. Когда заканчивает выпускник интернатуру один раз, и когда заканчивает резидентуру, есть независимая оценка. Есть независимое агентство, это Национальный центр независимой экзаменации называется, и этот центр экзаменует. В этом году, что новое, именно в этом плане независимой экзаменации, это в прошлом году несколько лет они проводили только тестирование, а второй этап ВУЗ проводил сам. А в этом году тестирование проводят, плюс второй этап, это клинический случай, если это резидентура, и если это интернатура, это структурированные экзамены на манекенах. И вот это оценивает сейчас Национальный центр независимой экзаменации. И после сдачи этого экзамена выпускник, хоть интернатуры, хоть резидентуры, он получает сертификат специалиста. Раньше они заканчивали, получали диплом и шли, у нас, допустим, в городе нет этого центра, они шли в Усть-Каменогорск, и в этом центре они сдавали тесты и практические навыки на получение сертификата специалиста. А без сертификата специалиста выпускник не имеет права работать в клинике. У всех должен быть сертификат специалиста. И вот в этом году, после независимой экзаменации, после итоговой аттестации, наши выпускники и интернатуры, и резидентуры получат сразу сертификат специалиста. Продолжая нашу тему, и немножечко более углубленно продолжая тему резидентуры, хотелось бы спросить, где юные медики будут получать практические навыки в рамках нашего, масштабах нашего города? Расскажите, пожалуйста. Да, наш ВУЗ отличается от других ВУЗов тем, что у нас, во-первых, впервые своя университетская клиника была только у нас. Это вот раньше была областная больница, а сейчас она является нашей университетской клиникой. Отвечая на ваш вопрос, все клинические базы нашего города составлены меморандумом. Со всеми клиниками, это и поликлиники, это и БСМП, это и перинатальный центр, это второй роддом, это вторая горбольница, это поликлиник очень много, третья, семнадцатая, двенадцатая, ну и так далее. Со всеми лечебными учреждениями у нас составлен меморандум, и наши обучающиеся проходят обучение непосредственно в клинических базах. Мало того, в отличие от других ВУЗов, у нас есть филиалы в Усть-Каменогорске и в Павлодаре. У нас одна треть интернов обучаются в Усть-Каменогорске. Это для того, чтобы в помощь практическому здравоохранению здесь идет речь. Именно практическое здравоохранение, чтобы не оголилось, чтобы наши, во-первых, чтобы наши выпускники работали, интерны работали в практике, чтобы здесь такой вот насыщенности студентами, чтобы не было, мы вот распределили. И одна треть в Павлодаре. В Павлодаре тоже есть свой филиал, где и в Усть-Каменогорске, и в Павлодаре есть директора филиалов, которые за это отвечают, интеграция полная тех филиалов. И там тоже есть у нас, в Усть-Каменогорске, мы в этом году открыли, конечно, огромное спасибо большое Акиму города, управлению здравоохранением. Нам дали такую возможность, дали клинику целую под нас. Потом в этом году еще мы присоединили, конечно, к нам присоединилась научно-исследовательский институт радиологии, который у нас в городе есть. И вообще это политика Министерства здравоохранения. Все научно-исследовательские институты сейчас отданы ВУЗам. Потом в Павлодаре есть клиника, здесь свой университетский госпиталь и научно-исследовательский институт радиологии. Сколько подано заявок в 2019 году от абитуриентов, желающих поступить в наш медицинский университет? Значит, в этом году по данным приемной комиссии нашей, значит, всего подано 450 заявок. Из них 150 на договорной основе и 50 по гранту Акима. Остальное количество это по гранту. И это бакалавриат, уровень бакалавриата. Если уровень резидентуры взять, всего подано 350 заявок. У нас всего выпускников интернатуры 557, из них 350 желают поступить на резидентуру. Так как у нас резидентура это клиническая подготовка специалиста, и без резидентуры они не могут работать, поэтому 350 заявок. Как вы оцениваете цифры по сравнению с прошлым годом? Увеличится количество желающих поступить или уменьшается общая тенденция? Да, в резидентуре увеличивается, в бакалавриате также. Но кроме вот этих 450 заявок, у нас еще есть в плане очень большое количество набрать иностранных обучающихся. С Турции, вот мы сейчас планируем, с Узбекистаном планируем, Пакистан, Индия. Еще они имеют право подавать, до сих пор подаются. Некоторые ждут конца приема документов, смотрят на какой факультет, сколько человек подали, может быть кто-то ждет. Но тем не менее, плюс еще у нас иностранные студенты, и вот если наши планы осуществятся, это очень будет, конечно, прекрасно. Ну вот продолжая нашу беседу, хотелось бы мы вот об одних аспектах поговорили, модернизации. Давайте поговорим о следующих аспектах. Вот скажите, пожалуйста, с внедрением изменений в медицинском образовании учебные, методические, лабораторные базы будут также модернизированы или останутся на прежнем уровне? Есть ли планы какие-то? Да, хороший вопрос. Конечно, в связи с модернизацией программы, с изменениями, то, что сейчас в программу вносятся, естественно, будут уже, это делается, модернизация и клинических баз, допустим, закупаются определенные оборудования, которые нужны для того, чтобы наши обучающиеся обучались, могли обучаться. Плюс, так как у нас есть свой университетский госпиталь, чтобы и врачи этим пользовались, и наши обучающиеся этим пользовались. Потом модернизация, конечно, образовательных программ идет, совершенно большие изменения, конечно, там. Потом лаборатории, вот планируем, конечно, построить мегалаб. Очень много планов, очень много планов, и что-то уже мы начали, что-то уже делается. К чему-то идет подготовка, видимо, да? Да, уже к чему-то мы готовимся заранее. Мы готовы к изменениям и образовательных программ, и готовы к модернизации вообще всего процесса. Ну вот тогда, если вы говорите о готовности, расскажите о новых требованиях, также предъявляемых преподавателем вашего университета при аттестации. Были ли новые требования, если да, то какие? Уже стачена аттестация преподавателей или нет? Спасибо. Вы прям в точку. Мы буквально две недели назад провели аттестацию преподавателей. Вышел приказ министра здравоохранения, 46-й приказ, где прописаны были правила аттестации преподавателей. Значит, в прошлом году аттестовали только по знанию НПА. В этом году мы провели немножечко его по-другому. В приказе все прописано, как проводить. Там и собеседование было, и тестирование было преподавателей. Ну, конечно, тестирование это, чтобы знать слабые стороны наших преподавателей, куда нам дальше двигаться. Да. Чисто такой диагностический характер имел, тестирование. Значит, обнаружили, над чем надо работать. Это как бы у нас уже это план вперед. А то, что касается собеседования, да, у нас мы проводили в виде собеседования, в виде сбора портфолио. И преподаватели аттестовали, выезжали даже комиссия в Павлодарский филиал. Там провели аттестацию как преподавателей, так и административно-управленческий персонал. Я правильно поняла? Значит, получается, аттестация преподавателей вашего университета проходит на базе, да, вашего университета? Да. Не выезжая за пределы нашего города, да? Нет. В этом году по приказу проводят сами пузы. На местном уровне. Хорошо. Тогда расскажите, вот подытоживая нашу беседу, расскажите о планах университетов в рамках модернизации на ближайшие, возможно, 5-10 лет, так далеко идущие планы. Амбициозные планы. Мы хотим, конечно, войти топ-500 лучших университетов мира, что мы сумеем это сделать, если мы все вместе будем этому двигаться. Поставлены индикаторы определенные, по каждому департаменту есть индикаторы, есть по каждому блоку индикаторы, которые мы должны выполнить, чтобы войти именно по рейтингу QS, именно топ-лучших университетов. И есть стратегический план министерства, есть стратегический план, на основе этого составленный стратегический план наш. Мы очень хорошо внедряем сейчас проектное управление, очень много проектов у нас. И на эти проекты ВУЗ выделил определенное количество средств, чтобы наши преподаватели, наши студенты могли работать над этим проектом. Именно где слабое звено, где нужно, что нам нужно развивать, именно где недостигаемые индикаторы. Вот на эти индикаторы мы поставили как дифференцированную оплату, включили в KPI. И вот надеемся, что именно вот этот метод нас выведет, чтобы все индикаторы мы могли выполнить. Над этим сейчас работаем. Но завершая наше интервью, могли бы вы подвести итог нашей беседы и ваши пожелания нашим телезрителям? Конечно, модернизация медицинского образования, она необходима. Это диктует уже время. И это уже происходит. Уже этот год мы начнем уже с новым госстандартом. Это первое. Второе, наверное, получили автономию. Автономия для нас очень важна. Поменяли статус университета. И в какой-то мере мы уже можем самостоятельно двигаться в направлении, допустим, академической мобильности, в плане исследовательской деятельности. Итог. Выпускники, все выпускники должны отработать. Это созданная комиссия, это доказывает, что они должны отработать в государственных организациях. Это они должны отрабатывать. В основном мы должны поднять дух патриотический, дух нашего населения, наших выпускников, чтобы они поехали в сельские местности. Но для этого, конечно, еще помощь нужна нам со стороны акиматов, чтобы они условия сделали для наших выпускников. Это, наверное, можно резюмируя сказать. И еще одно, это, так как вы по резидентуре вопросы задавали, много, наверное, вам много вопросов поступает в этом плане, потому что она, да, она является обязательным. Резидентура – это очень важный этап, именно важный уровень в образовании в медицинских вузах, потому что они именно в резидентуре обучаются всем практическим клиническим навыкам. Становится врачами и самостоятельно уже третий год резидентуры, уже они самостоятельно и оперируют, и работают. Это уже готовые врачи, выпускаем готовых врачей. И резюмируя, конечно, хотелось бы, чтобы наше население, чтобы они поддержали нас, чтобы у нас абитуриенты. Ну, мы, конечно, единственный вуз в нашем регионе медицинский, да, поэтому очень много желающих, которые хотят к нам поступить. Потому что не зря они к нам хотят поступить, потому что наши выпускники, они востребованы. Они, я даже вам в конце могу сказать одно, вот что проводили в Назарбаев университете, собирали всех главных врачей, проводили они опрос, какого выпускника вы бы хотели трудоустроить у себя, это у всех главных врачей спросили. И тогда 80% аудитории выбрали наш вуз. И для нас это вуз гордо, да, очень высокий показатель. Это основной показатель. В прошлом году, допустим, процент трудоустройства, это 100%, 98% было. Это вот хороший показатель. И мы единственный вуз, который посетил Эльбасы. Да, ну, Шалтанавиш посетил нас. И он в своем интервью, когда он говорил с нами, с населением, он сказал, я слежу за развитием этого вуза. И это было, это у нас, она нам придает дух. И вот постоянно мы об этом говорим, постоянно везде я об этом говорю, потому что, чтобы сам Эльбасы следил за нашим развитием, это для нас гордо. И мы не должны подвести страну, наш народ. И огромное вам спасибо. Спасибо вам, что нашли время и посетили нашу студию. На столь высокой ноте мы заканчиваем наше интервью. А я напоминаю, уважаемые телезрители, что гостем нашей студии была Гульнасур Султановна Танатарова, директор департамента молодежной политики и внешних связей Некоммерческого акционерного общества Медицинский университет семей. И сегодня мы обсудили модернизацию медицинского образования и новые правила поступления в медицинские вузы. С вами была ведущая Ажан Байуакова. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!